И уже делать во мне нечего, этой болезни. Я хочу дальше жить. 15 февраля 2022 года на отдыхе в Израиле у Гордеевой Людмилы Ивановны был обнаружен рак четвертой стадии. Почувствовала себя плохо. У меня начались проблемы с языком. В ЭПСе показалось, что у меня рак. Рак в полости рта является очень агрессивным. Особенно агрессивным он является у женщин. И здесь критичные могут быть даже 1-2 месяца. Измучена, конечно, постоянными болями. Болезнь очень быстро прогрессировала. Месяца 2-3. Пациентка пришла на консультацию с состоянием уже средней степени тяжести. Это обуславливалось распространяющейся язвой области дна полости рта. Пациентка не могла адекватно принимать пищу, говорить и даже частично дышать. То есть обезболивающие практически не помогали, и она была вынуждена постоянно терпеть эту боль. Понимаю, что основная мысль была, что будет, то будет, но надежды на четвертой стадии рака, конечно, маловато. Вообще у пациентки изначально был неблагоприятный прогноз, потому что есть обширная опухоль, которая распространялась не только в мягкие ткани, а еще и в нижнюю челюсть. Это региональные метастазы, причем с двух сторон. И задача была не только убрать опухоль и метастазы на шее, но еще восстановить контур нижней челюсти. То есть жизненно важные функции. Мы должны реабилитировать пациентку за одну операцию, за одну хирургию, причем сохранив ее качество жизни. Людмила Ивановна узнала об операции в Израиле и был выбор, где проводить лечение. Тель-Авив, Москва или Екатеринбург. Было принято решение возвращаться домой. Оно оказалось верным. Мне предложили в Москву, но у меня сил не было. Я говорю, сыну я хочу в Екатеринбурге, я не хочу никуда лететь. Несмотря на сложную локализацию, местонахождение опухоли, ее распространение, у нас практически не было сомнений, что мы сделаем что-то не полностью. Александр Олегович прочитал и сказал, что я согласен со своими израильскими коллегами, и я могу эту операцию сделать. 12 апреля 2022 года в Преображенской клинике была проведена сложнейшая операция по удалению нижней челюсти, пораженной раком. В этой же операции челюсть была восстановлена из малоберцовой кости пациента. Четыре хирурга делали. Четыре. Двух я знаю, а двух я еще не видела. Хочу с ними познакомиться и сказать им спасибо. По Людмиле Ивановне проект планирования заключался в том, что мы удаляли фрагмент нижней челюсти и планировали аутотрансплантаты, то есть забор трансплантатов, забор костных блоков из малоберцовой кости, ее же малоберцовой кости. Ну вот если посмотреть на модель хирургическую, это голень пациентки, мы специально ее напечатали на 3D принтере, изготовили такой шаблон с нашим биоинженером, то есть он накладывается в четко определенную часть, и этот фрагмент голени забирается с учетом анатомии нижней челюсти. Ну по факту операция проводится, да, на компьютере, без пациента. Проводим все то же самое, что Александр делает на операционном столе, но делаем это в процессе компьютерного планирования и моделирования. Тут такое ощущение было приятное. Меня как бы массажировали мне все тело, как будто мне очищали тело моим массажем. Трансплантат забирается с сосудами и переносится в удаленную часть нижней челюсти и тканей дна полости рта. Сосуды под микроскопом сшиваются, называется это анастомоз, специальными тоненькими нитями сшивается артерия и вена, после чего кровоток в перенесенном трансплантате, он восстанавливается. Таким образом мы даем жизнь нашим тканям, перенесенным из другой части тела. Вот, а потом я уже, не знаю, я просыпаюсь, Александр Олегович мне говорит, все, операцию сделали, все прошло хорошо, то, что запланировали. Операция длилась с самого утра, с 7 утра и Александр Олегович говорил, что он мне отзвонится и напишет, как прошла операция. Уже в 11 часов вечера я уже не выдержал и написал уже ему как бы сам. Он мне в WhatsApp отписал, что они только заканчивают. То есть, представляете, операция длилась 16 часов или 17. Ну, в общем. Несмотря на продолжительную операцию, наши пациенты уже на следующие сутки самостоятельно встают и делают свои первые шаги. И говорит мне, потом я уже помню, я встала, она говорит, она сама пойдет. И я сама с операционной пошла в палату сама. Функция тех частей тела, откуда выполнен забор ткани, она не страдает. То есть, через некоторое время пациент приступает к обычному образу жизни. После операции, знаете, особых, я понимала, что надо восстанавливаться. Каких-то грустных мыслей у меня не было. У меня были мысли, что если операция прошла успешно, что своя цель, надо восстанавливаться. У меня, мне было легче стало. Потому что нет этого, что у меня тут было. У меня есть с чем сравнить, как у меня тут болело. Как у меня тут болело. То есть, есть разница в боли. Когда болит, когда этот рак болит, это болезнь. Болевые ощущения. И болевые ощущения после операции, это совершенно другие. Это, если оно и болит, то оно, это как облегчение. Что, такая мысль, когда человек оказывается у пропасти, да, и потом преодолевает это, наверное, он начинает больше ценить каждый день. Вот, поэтому она сейчас в таком, как бы, вот, я там готова свернуть горы. У меня очень прекрасное ощущение. Я хочу дальше жить. Нету у меня этой болезни. Вот, я сейчас, вот мне еще исправят речь немножко, пластику, наверное, сделают. Ставят зубы, ну все. Ну, томографию сделают. Все. Я знаю свой организм. Не должна. И уже делать во мне нечего, этой болезни. Я здоровый человек. Зимой 2022 года планируется второй этап операции. Коррекция тканей полости рта и протезирование зубов. Людмила Ивановна сможет жить полноценной жизнью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова